Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как Самара отметила День Победы? Что должна знать о войне молодежи? Что включает в себя военно-патриотическое воспитание? Об этом говорим сегодня в нашей студии. Член Комитета Самарского регионального отделения Российского союза ветеранов Юрий Хартуков и педагог-организатор подросткового клуба «Калейдоскоп» Лилия Мухамедзянова. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните и заодно расскажите, как вы отметили 9 мая, какие впечатления у вас остались и что вы думаете о патриотическом воспитании сегодня. Здравствуйте, Юрий Федорович Лилия. Я сначала хочу у нашей юной гости поинтересоваться, как она стала руководителем уже подросткового клуба, что он из себя представляет, где располагается, с кем вы работаете и какие, может быть, цели перед собой ставите, как руководитель, организатор. Мой центр располагается в Ленинском районе на проспекте Карла Маркса 10. Мы входим в Центр дополнительного образования экологии детства. Занимаемся мы различной воспитательной работой детишками. К нам приходят детки от 7 до 17 лет. Различные секции декоративно-прикладного творчества, спортивной направленности и танцевальной. То есть по-разному бывает. Ну и для самых маленьких от 3 до 5 лет у нас есть такой лагерь маленький, дневного пребывания, такой мини-садик, туда приходят детки, занимаются, общаются. В общем, очень весело. Да, это хорошо, что очень весело. Для детей, наверное, это самое главное – заинтересовать, включить в игру, и тогда будет результат. Хотя у вас и не дети до 17 лет, да? Да, дети, подростки. Подростки, да, не только дети. Юрий Федорович, организация, которую вы представляете, отделение Самарской региональной союза ветеранов России, она у нас в городе когда возникла, в области? И какие тоже вот, чем вы занимаетесь? Вы знаете, я считаю, мне очень повезло. Шестой год я вот работаю в этой организации, в комитете. Назывались мы раньше, вот два года назад произошла реорганизация в Москве, организовался Союз ветеранов России, а летоисчисление свое мы ведем с Комитета ветеранов Великой Отечественной войны. Потом стал Комитет ветеранов войны и военной службы, потом вот Союз ветеранов России. Первыми руководителями были все маршалы Победы, от Василевского и дальше. А бессменным нашим секретарем в Москве был Моресьев, легендарный. Поэтому нам просто плохо работать нельзя. Конечно, с такими личностями легендарными. С такой историей. Что, в общем-то, мы стараемся... И делать. Делать хорошо. Да, хорошо. А вот патриотическое воспитание, ну, это особо. Это наше главное направление. Это, ну, занимаемся мы тремя задачами. Это и помощь друг другу, и ветеранам, поддержка социальная. Вот. И все-таки вот главное – это воспитание молодежи. Ну, вот вы не с высоких трибун-то занимаетесь, а вы ходите во дворы, работаете в школах, с детьми общаетесь. Вот это такая... У вас специальная позиция? Вы знаете. Что-то не просто говорить пафосно, да, вот мы патриоты, мы любим Родину и так далее, а вот напрямую общаться. Ну, вообще, где бы я ни работал, я вот старался делать все по-своему и с толком, без высоких слов всяких. Что я и здесь делаю. Чтобы не отталкивалось. Вот, посмотрите, в этой работе вообще мелочей каких-то, вот, если... Ну, нельзя лукавить детям, нельзя вот что-то не так. Если... Лучше скажи, я не знаю, я узнаю, предускажу. Вот, и раньше вот так мы делали всегда, вот. Вы понимаете, можно заболтать это дело. Да. Если, во-первых, если это неинтересно делать сразу, значит, лучше не делать. Надо это делать в яркой, интересной форме и так, чтобы вот эти мелочи, казалось бы... Вот я расскажу об этой пешеходке, которую мы придумали, казалось бы... Экскурсия. Экскурсия. Пешеходная экскурсия по мемориальной доске. Вот бессмертный полк. 24 миллиона. 30 тысяч у нас. А вот, смотрите, живет человек в доме, где великий... Да, и не знает ничего. Вот, это часть этого полка, может, в каждом районе рота, батальон свой. Вот мы около памятника Устина, у Дмитрия Федоровича, трижды герою. На памятнике два, две только звездочки. Третью никак не сделают, герой Советского Союза. Вот спрашиваем детей, постарше. Вот я специально вот встал, и мне интересно. Это мое место, я хожу в районную администрацию, живу рядом. Вы кто? Никто не знает. 30-летние не знают, 50-летние не знают, старики только знают. Начинаешь рассказывать, и вот один умный человек, я ему вот благодарен, он, в общем, подвинул меня на это. Вот он остановился, средних лет человек. Говорит, а ты... Я стал рассказывать, не знаете, а вот так, а вот так. А я их всех почти знал. Я даже с Устином встречался около этого памятника. Когда он приезжал вручать орден Ленина городу, его привезли туда. Потому что через дорогу он жил, и его был дом. Дом снесли уже, он не знал. Он рвался туда посмотреть, во двор свой, где жил он, в дом посмотреть. И мы все думали, ну как это так, памятник привезли. Он уже пожилой был, около 70 лет. Он уже маршал был, уже трижды герой был. А он так обошел, говорит, ну как, похож я, представляете, как вышел он из этого положения. Ну, похож, Дмитрий Федорович, завязался разговор. Он говорит, я там жил, сводите меня туда. И пришли, вот привели его. И вот все это вы можете рассказать. Я все могу. Аменив. Аменив. Написано, вот напротив Устинова, на доске написано. Хирург Аменив. Да. Он войну прошел. Вот эпизод, я про все читал. Значит, он приехал в один госпиталь. Он был начальник главных хирург фронта, что ли, или армия. Приехал, лежит доходяга около дверей. Никак не умрет. Говорит, сделать мы ничего не можем. Это на стол, раз я приехал. Он его прооперировал, уехал. И вот в 50-х годах в Саратове была какая-то конференция. Вырывается мужик и падает на колени. Это он, наверное, выживший. Это он, да. Он говорит, помните? Ну, помню. А ты что, живой? Живой, спасибо. Вот. Вы знаете... А как вы, Юрий Федорович, для кого вы и когда проводите эти экскурсии? Я эти экскурсии... И после Дня Победы они еще будут проходить? Обязательно. Они будут теперь всегда. Вот пока я на ногах, пока я этим могу заниматься, это очень хорошая форма. Очень. Потому что вот когда подводишь группу ребят, ну, человек 15, 20, больше не надо. Вот. И начинаешь о них рассказывать, об этом человеке, и интересно рассказываешь. Это вызывает... Вы знаете, учителя диву дают. Ой, а мы этого не знали. Да, конечно. Мы этого не знали. Пушкин, как сказал о своих соотечественниках по изучению истории, мы зачастую неблагодарны... Так, Лиля нам подскажет. Да, Лиля, мы... Вот, нелюбопытны. Нелюбопытны мы. Ленивы и нелюбопытны. Вот, ленивы, точно. Ключевое слово. Ленивы и нелюбопытны. Лили, как вы вообще познакомились с Юрием Федоровичем? Как вы с ним сотрудничаете? В каком направлении? И вообще, вот сейчас совсем другое поколение детей. Как вот найти такой подход, чтобы не за компьютером сидели там, выиграли и что-то еще, а вот интересовались историей своего родного города, своей родины, страны? Ну, наш центр, он активно проводит вообще патриотическую работу. И вот мы решили в канун, на 9 мая провести какие-то уроки мужества, какие-то акции, именно посвященные семействе первой годовщине Великой Победы. Вот, и я обратилась как раз к Юрию Федоровичу, он с удовольствием решил нам помочь, и вот мы проводили в 70-й, 132-й школе уроки мужества, но не простые. Они у нас были с музеем, с передвижным музеем, который называется «Память бережно храня». У нас очень много разных экспозиций, посвященной и блокаде Ленинграда. В 90-й школе есть такой вот музей. Это наше ноу-хау. Да, это ни у кого такого нету. Мы первый раз его испытали, это наш комитет сделал. Да-да, нет, но у них просто тематически вот они в этой школе, а у вас передвижной. Да, потому что сейчас дети, это поколение, которое они мыслят картинками, и то есть если им просто рассказывать, им это будет неинтересно. А так как они это видят, смотрят, можно даже потрогать, для них это просто очень что-то удивительное и необыкновенное, поэтому они с большим удовольствием. Как хорошо, что молодежь работает тоже, они понимают, да, вот своих ровесников, сверстников, чуть старше, чуть младше, и уже могут свой вот подход. Да, очень интересно. Молодцы. Давайте посмотрим фотографии, которые подтверждают. Вот там вы увидите экспозицию. Да, вот и вы нам как раз расскажете. Там Москва, Сталинград, Огненная дуга и прочее. Да-да-да, вот Юрий Федорович у нас стоит около, наверное... Уходу в школу. Около 70-й школы. Да-да-да. Сказали, надо сфотографироваться. Вот, это вот у нас вместе с 70-й школой, у нас была патриотическая акция «Сирень Победы», мы в 70-й школе, в школьном дворе сажали сирень. Вот, это, собственно, вот перед вождением, да, вот как раз. Вот, он вот так вот раз и встает штырь сзади и делает такая стойка. Молодцы, да. Стойка по одной теме, по другой. Мы проводили акцию тоже в 70-й школе. Вы даже не школьники, а вот преподаватели вас внимательно взяли. А это другое. А это другое. Это я еще работаю с преподавателями. Я попросил, чтобы мне собрали преподавателей. Интересно. И я с ними еще поговорил. Понятно. Экзотизм наших общих задач. Мы так в любой школе делаем. И в село выезжаем, когда. Нарядные дети, праздник. Это вот они пели нам «Катюшу» и «День Победы». И Юрий Федорович решил вместе с ними поддержать их. Да, это такой вот подарок был. Да, очень хорошо. Потому что вот такое впечатление создается, что сейчас какое-то вот душевное возрождается отношение к Дню Победы. Вот какой-то новый вот всплеск эмоциональный. Не все вот это прагматичное, как надо выйти там на парад, надо там пройти, надо что-то. Ну, как президент сказал, очень личный праздник. Да, стал действительно личным праздником. Смотрите, вот какая красота, да. Это вот младшие классы у нас. И они очень хорошо воспринимают. Вы знаете, это невысокие слова. Это действительно вопросы задают какие-то, детали их интересуют. Вот сажали мы сирень с ними там во дворе еще. Да, молодцы. Вот что сказать. Вот просто приятно смотреть. Действительно, никто никого не заставляет, не собирает. А вот дети интересуются. Идут. Я хочу напомнить телезрителям, что у нас прямой эфир. Вы можете звонить нам. Мы вас услышим. Рассказывать, как вы отметили 9 мая. И что вы думаете о том, как нужно воспитывать любовь к родине. А я хотела вот у вас, Юрий Федорович, сначала уточнить. Вы принесли фотографии. Зачем? Почему? И кого вы выбрали в связи с чем? Вы знаете, вот занявшись этой пешеходной экскурсией по мемориальным доскам и памятникам, мы пришли к выводу, что кое-что надо вообще изменить в корень. Да, потому что доска с буквами и цифрами ни о чем не говорит. Нет, доска, во-первых, доска, но не совсем, не вся информация. Да, конечно. Вот смотрите, вот Аменив, не написано, что он участник войны. Лукачев, мой любимый ректор моего учебного заведения. Не написано, профессор, не написано, что он участник войны. Козлов, наша гордость, руку потерял под Ленинградом. Не написано, что он участник войны. Солдатов, академик. Не написано, что он участник войны. Это неправильно. Поэтому мы, во-первых, вышли сейчас с предложением около каждой такой доски, где не все, не полная информация, еще поместить информационную доску, что участник Великой Отечественной награжден такими-то боями. А вот какой-то портрет, чтобы люди представляли себе, видели лицо героя. Портрет, где есть, где нет. Самое страшное, вот когда мы, я подвожу к доске человек, который сделал гордость нашей страны во время Великой Отечественной войны, и дальше и космический центр бы не было, ну, Ильюшин. Вот смотрите, человек и самолет. Самолет все знают, человека нет. Я показываю ребяткам, вот это кто. Кто это, да, и никто не может сказать. Ага, откуда вы будете знать, если его лика, его барельефа нет на меморальной доске? Это надо поправить обязательно. Вы часто видели, чтобы цветы положили кто-то? А некуда. Да, кстати. Полочки-то, вот сейчас опять глава у нас района Ленинского, слава богу, очень инициативный, воспринимает ветеранские советы. Мы вот выступили, подсказали, стали появляться полочки. У Солдатенко, да, у Литвинова полочка появилась, не было полочки. Если ты хочешь положить цветок, надо было скамейку с собой нести, и то она там упадет оттуда. Очень верно, да, замечание. Да память, это, ну, видно же, что... Причем не так много нужно сделать. Ты чего там делать? Вот это же информационное толпло. Каждую доску закрепи за школой, они будут ходить, и мы с ними будем ходить и рассказывать. Это не мелочь. Это не мелочь. Вот смотрите, это уже с войной не связано. Я очень хорошо знал Веру Александровну Ершову. Да. Мы вместе по общественной работе пересекались. Когда я готовился к пешеходке, к одной, я посмотрел, 6 апреля и 7 апреля в один день она родилась, другая умерла. Я когда проходил в комитет, цветов-то нету. Ну, и сейчас нету, и великий праздник нету у нее цветов на доске. Вот неблагодарность наша. У Литвинова сейчас нет цветов. С Дмитрием Федоровичем Устинова мы разобрались. Там и дорожку сделали по нашему совету. И теперь корзину несут каждый праздник. А то и этого не было. Вы представляете? Ну, вот как мы уже сказали, все-таки меняется ситуация. Меняется, и власть прислушивается, прислушивается. Мы еще придумали вот что. Вот, ну, была Самарская площадь, потом стала площадь Устинова, потом опять Самарская площадь. Да, Самарская площадь, она для нас... Ну, еще раз переделывать глупо, конечно, и паспорта, и все документации. Мы предложили вот что. Вот останавливается транспорт на Молдогвардейской, и на Самарской объявляется сквер Маршала Устинова, Самарская площадь. Дополнить. И уже у людей... И у людей уже будет... Да, они могут задуматься, кто такой, где он, почему он, почему он связан с Самарской площадью. И около вот этого, ну, третью звезду, конечно, надо героя Советского Союза, ему еще одного. Потому что вот в скверике на площади Куйбышева, когда там вывешивают героев города, там написано, трижды герой, подводишь сюда детей, вот, а я видел там трижды, а здесь детей. Ой, какое вы внимательное, все несоответствия вы видите. Все мы видим, все мы видим, все подсказывают, и толк есть. Да, это самое главное, чтобы был толк. И рядом с Синовым этим бюстом надо информационный щит, как 21-я армия. Да. Там же написано, что это такое, так и здесь надо. Ну, а что такое Устинов? Это и победа, и ракеты, и оберег наш ракетно-ядерный. Мы по судьбе Югославии запросто могли повторить. Да, понятно. Лили, вот второй год уже в Самаре акция «Бессмертный полк», такая грандиозная, проводится. Вы участвовали в последний раз в ней или нет? Вот что вы думаете по этому поводу? Да, у нас в Центр нашей экологии детства много разных подростковых клубов ходит. И у нас многие педагоги вместе с вами воспитанниками участвовали в этой акции. Даже у нас вот был один из педагогов, он ходил всей семьей. То есть у него шесть ветеранов, которые в его семье и отца все шесть портретов они несли. И это было вот очень здорово. А вам вот было что рассказать, показать, выйти с каким портретом? О своих родственниках, вы знаете? Да, конечно. У меня прадедушка и прабабушка, и мне так очень в жизни повезло, я их застала. То есть я с ними вживую общалась, и медали видела. И, конечно, это вот очень такие теплые воспоминания, которым жалко, конечно, что нынешние дети у нас не все застают своих вот тиранов. Но я думаю, что вот Юрий Федорович это восполнит. Вообще ветераны это люди абсолютно другие, когда с ними общаешься, как будто вот люди или мы из другой планеты, или они из другой планеты, потому что они очень отзывчивые, душевные, активные. И вот теплые, к ним хочется тянуться. Действительно хочется им тоже что-то дать, и как хорошо, что у нас вот сейчас... Они просто существуют, да. Кто-то дожил, конечно, кто-то не дожил. К сожалению, сейчас уже сами ветераны не могут ходить по школам, потому что мы уже за 90 многим. Но вот дети войны, они активно ходят, участвуют, рассказывают детям. И я заметила такую вот закономерность, что после уроков мужества дети очень долго не отпускают ветеранов-то, они подходят, обнимают, разговаривают. И это очень трогательный момент. Юрий Федорович, вы еще вот что подметили своим внимательным взглядом? Куда нам направить? Сейчас я еще могу сказать вот что. Вот вы нас хвалили, молодежь хорошая. Молодежь хорошая. Надо к ней ключик поискать. Надо с ними уметь работать. Они умные, они информированные. Поэтому здесь проблемы... Проблема только вот как наладить общение обоюдное, чтобы и нам было... Мы, кстати, тоже подпитываемся ведь от них. Конечно, да. После встречи с детьми... Каждое дело должно приносить удовольствие. Это же для вас дело. Чувствуешь, что ты нужен. И еще вот, что бы я сказал, вот я желаю каждому ветерану, который выступает в школе, найти свою Лилю. Вот чтобы помощник такой был. Это тоже удивительное сотрудничество у вас. Тандем какой получился, я... Ну, это действительно здорово. Да. Это действительно здорово. Вот мудрость, молодость, объединившись, мы горы свернем. Ой, давайте, как подтверждение ваших слов, как говорится, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Посмотрим сюжет как раз о том, как вы выходили во дворы, работали с детьми. И потом продолжим разговор. У девятого дома на улице Свободы собрались жители со всего микрорайона. Николай Иванович Трусов в войну подросткам был в тылу. Как и многие мальчишки, мечтал попасть на фронт. Но пойти в армию удалось только в 48-м. Он не подослышке знает, как тяжело приходилось людям и может многое рассказать подрастающему поколению. Хорошо, когда вот молодежь, чтобы здесь присутствовала. Они же понятия не имеют, что такое война была, что такое война, как она проходила, сколько людей погибло для того, чтобы завоевать им вот такую жизнь. Большой праздник для жителей организовали депутаты районного совета. Встреча с людьми – хорошая возможность узнать о проблемах конкретного двора из первых уст. Когда это во дворе происходит, это более востребовано. Люди после работы выходят, радуются. Ну и более тесное общение с жителями, чем выявление каких-то проблем, недочетов в работе. Это более плодотворно для выявления именно каких-то пробелов в работе. Жители решили не упускать хорошую возможность и попросили привезти землю, чтобы украсить свой двор цветами. Мы сами высаживаем деревья. Вот сейчас нам чернозем еще привезет администрация тоже по просьбе депутата. После торжественной части в подарок жителям прошел концерт. Видите, пример такой, когда вот и молодежь, и такое уже зрелое поколение, и все вместе одни танцуют, а другие цветы сажают, третий праздник устраивают. Это же прекрасно. В какое-то время мы ушли из дворов, да, помните, вот массовые праздники были и пели. А сейчас вот все это... Без дворов нельзя. Дворовое братство – это особый разговор, это возрождать надо. И вот именно ветераны, они нам могут подсказать, что... Вот говорим мы сегодня, что трудные времена для кого-то. Пусть уж они не такие уж особо прям сложные, трудные, но все вот сейчас говорят, вот кризис, трудность. А вот ветераны как жили? Во время войны люди, вернее, как жили? Не ветераны даже, а вот люди. Как помогали друг другу? Вот дети войны... Вот знаете, я начал с военных вот этих вот баталий. Вот рассказываешь, да. А потом чувствуешь какой-то... Ну, как-то они уже... Да, это было когда-то давно. Потом меня осенило, а дай я расскажу, как я, вот, дитя войны. Во что мы играли, что мы кушали, какие нехватки эти были, что такое карточки им принес, вот сколько граммов давали, как нельзя было выйти с кусочком хлеба, если ты не можешь поделиться с товарищем. Там мама говорила, вот, там несколько детей, ты же на всех обида будет, уж лучше ты дома съешь. То есть вот что было. Я всегда говорю, начал это рассказывать. Я смотрю, у них глаза другие стали. Дизин, а как это, а как это? А если терялись карточки, то люди даже друг другу... У нас во дворе было такое. Вдруг крик. Похоронка вот раз пришла. Я жил на Самарской улице напротив Вавилона. Там дворик такой был маленький. Вот. И вдруг опять крик. Все выскочили, все карточки, карточки. Женщина с двумя детьми на заводе работала. Или утеряла, или выкрали у нее в трамвае там. Ну, это высшая мера наказания. Они не восстанавливались. Трое человек. Что? Вышла наша домкомша такая, тетя Таня была перед глазами. Ты чего? Ты живые все? Мы прокормим тебя. Мы поможем. И за месяц, этот месяц, кто картошку, кто моркошку, кто чего, все несли и прокормили эту семью. Она не пропала. А вот сейчас этими железными загородились. Да, да, да. И чего? Вот что произошло. Лили, скажите, пожалуйста, вот вы рассказали уже про переносной музей. Где вы собираете экспонаты? Хочется же пополнять что-то интересное. Вот как Юрий Федорович сказал, я им это показал, и это показал. И даже вот я знаю, что вы кусочек, копию красного знамени носите, которое 9 мая было водоружено на крыше Рейхстага. И рассказываем, что это Третья ударная армия, которая здесь формировалась. Вы же как-то где-то это нашли. Может быть, вы обратитесь к нашим телезрителям и попросите вам какие-то принести материалы, чтобы были. Это было бы здорово. А куда? Как вот еще раз вас найти? Вы же тоже можете принять? Материал мы будем ждать прям вот с нетерпением от всех желающих по улице. Проспект Карла Маркса, 10, подростковый клуб «Калейдоскоп». Вот. Мы будем очень вам признательны, если кто-то нам окажет такую помощь. Да. А у вас вот уже... В музей наш военный исторический Шостакович один, где наш офис. А чем, какими экспонатами вы особенно гордитесь, которые вот особенно дороги для всех? Вот что у вас вы про копию сказали? Я папу с мамой показываю фотографию в обнимку, он военный. Папа у меня кончил академию военную перед войной, служил здесь, ну сейчас зам по воспитательной работе это называется, а тогда был комиссар. Он был комиссар отдельного батальона связи. Они шерствовали над Куйбышевским дворцом пионеров, где мама была заучен. Вот как раз все сходится. И так вот и я появился. Они поженились. Он ушел. Не сразу его взяли, а попозже. А в 44-м году пришла похоронка. Осталось вот. Он мне мою фотографию видел, а я вот его фотографии. Личного общения уже не было. Я дитя войны, 42-го года рождения. Ровесник, кстати, своего института любимого. Какого? Авиационного. И я очень хочу, чтобы вот Виктор Павлович Лукачеву там как-то, ну и место как-то вот, ну ладно, видно все. Там заворачивается вот так, на Молдогвардейской, вот, в этом корпусе. Вот. Полочку недавно покрасили опять. И подошел к завхозу, говорит, скоро, вот, в мае покрасьте. Полочку покрасили. Цветы посадили. Вот конкретные дела, которые... Но надо, чтобы было написано, что он участник Великой Одесной войны. Да, и перечислены награды военные. Вот часто слышу обвинения, что о ветеранах вспоминают только вот 9 мая, их привозят там, угождают всячески, поздравляют, а дальше забывают. Вот вы дальше как хотите продолжать эту работу? У нас летом будет с 1 по 27 июня на базе нашего подросткового клуба «Колейдоскоп» проходить лагерь дневного пребывания для детей от 10 до 15 лет. И вот как раз Юрий Федорович сюда придет. Мне уже заявка, напиши фотку. Да, и своим мешеходной экскурсией. Потому что не только в День Победы, конечно, нужно вспоминать о ветеранах и так далее, чтобы эта работа действительно проводилась. Это ведь от нас не зависит от ветеранов. Если мы не дадим о себе забывать и будем все время заниматься этим, нас не забудут, естественно. Здесь как-то двухстороннее должно быть и польза, и общение. Но я бы, например, никак бы не хотел, чтобы меня по праздникам только вспоминали. Но надо работать для этого. Надо работать. Вот какая хорошая точка вообще мнения, точка зрения на ситуацию. Не надо ждать каких-то там действительно. А надо самому что-то делать. И вот как хорошо, что на вашем примере наше новое молодое поколение будет уже ваши методы перенимать, свое вносить, свои новинки какие-то, ноу-хау, передвижной музей. Молодцы. Ну что ж, поздравляю вас еще раз с Днем Победы, который мы, кстати, в этот раз город отметил. Прекрасно. Столько было людей на площади Куйбышева. Такое воодушевление. И вот действительно эта акция, которая, бессмертный полк, она тоже будет продолжаться. И всего, конечно, всем самого хорошего. Я благодарю за внимание телезрителей. Еще раз поздравляю в первую очередь ветеранов с праздником. Всего хорошего. Для ветеранов здоровья хочу пожелать. Здоровья – это самое главное. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин